Удар, еще удар. Эта игра со стороны напоминает аэрохоккей в развлекательных центрах. Там шайба, тут мяч, который надо отбивать. Но есть важные и необходимые для честной игры элементы. О них впервые пробующим себя в такой настольный теннис игроками с Березняковского общества слепых, рассказывает пермский тренер Оксана Богданова. Мы играем в полной тишине, мы играем на слух, мы играем озвученным мячом в диаметре 6,6 и по весу 27 грамм. Мы играем в светонепроницаемых масках. То есть мы, даже если у спортсменов есть остаток зрения, все спортсмены за столом равны. Среди березняковских участников общества, пробующих впервые эту игру, неожиданно находится почти что профессионал. Алексей Золотых недавно переехал в Березняки из Якутии, где играл за свое объединение. Я с 2018 года увлекаюсь в центре реабилитации слепых в Алтайском крае, познакомился первый раз. Но потом сюда переехал, вот в Пермь ездил, к ребятам занимался. Рвение есть, а ездит далеко. Кстати, такой стол появился в Березняковском отделении благодаря инициативе Пермского отделения общества слепых. Стоит он не меньше сотни тысяч рублей. И как нельзя, лучше подходит для начинающих спортсменов. Купили его благодаря участию в конкурсе грантов губернатора Пермского края. Цель этого проекта – это содействие реабилитации людей с нарушением зрения, средствами адаптивной двигательной культуры, спорта. Проект предполагает организацию спортивно-оздоровительных секций для инвалидов по зрению и, в частности, секций по настольному теннису для слепых. Довольны таким подарком все без исключения участники Березняковского общества слепых. Ну, во-первых, это занятость. Все сидят без дела. Во-первых, люди будут заняты, потому что очень много интересуются. Молодых очень много, которые хотят заниматься спортом. Во-вторых, секция будет работать. Такие столы появились, кстати, в нескольких территориях Прикамья. Будут открыты секции для детей и взрослых. Но уже совсем скоро, в марте следующего года, состоятся два соревнования. Открытый региональный турнир и всероссийские соревнования по настольному теннису. Любовь Битнер, Кирилл Яранцев. Наши новости.